Глава города-курорта Сергей Сергеев нацеливает местные власти на то, чтобы каждый пустующий клочок земли в Анапе был занят парками, скверами и небольшими зелеными уголками. А уже имеющиеся зоны с зелеными насаждениями нужно обиходить, благоустроить и сделать еще краше. При обходе территории микрорайонов глава курорта посетил и Ореховую рощу. Фонтан можно сделать его лентой вот так, просто, а там пусть земля. И мне говорят, негде в микрорайоне сделать фонтан. Да вот людям сделайте. Новая водная чаша расположится в Ореховой роще на месте клумбы «Цветочная палитра». Работы здесь идут полным ходом. Фонтан спроектирован в виде цветка диаметром 8 метров с 10 округлыми лепестками, 6 вертикальными струями воды и дополнительными фонтанчиками по кругу. Жители и гости курорта уверены, что фонтан украсит рощу и добавит уюта парку. Не только новой архитектурной формой, удачно завершающей аллею роз, но и прохладой в жаркие дни лета. Идея замечательная просто, потому что это одно из самых красивых мест у нас в городе. Особенно когда у нас тут цветут розы вообще, это какое-то безумие. Очень красиво. Вообще это будет полезно для горожан, для нас и для гостей нашего города. Мы только это приветствуем. Дай Бог здоровья тем, которые думают не только о желудке, не только о кафешках и магазинах, а думают для того, чтобы и глаза, и вся-вся обстановка, и природа, чтобы была нам гармонична. За это мы спасибо говорим. Хочешь, чтобы здесь был фонтанчик? Да. А какой ты хочешь, чтобы был фонтанчик? Меленький. Будет воздух освежать. Здесь же трава, вот еще здесь есть полив. И на это самое, конечно, все будет зеленое, для детей приятно. Да и взрослым посидеть на скамеечке тоже. Подрядчик строительства фирмы «Русь», которая ведет работы совместно с фирмой «Фонтанград», обещает, что с открытием нового сезона анапчани и гости города смогут отдыхать в Орехово-Руще, любуясь новым фонтаном. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.